Он не мог кусить за ухо. У него на руках были натоптыши. То есть там выбегает собака, голый ребенок, за ней на четвереньках. Не могли забрать, потому что собаки не подпускали ко мне никого. Пять лет практически он жил в темной комнате с собакой. Ему надо было ходить по помойкам, собирать бутылки. Когда мы тебя встретили, ты был странный. Да. В этой комнате, где была собака и ребенок, был только коврик. Ну, когда холодно было, мог вот здесь вот поспать. Ну, а вот, собственно, вот эта квартира. Здесь мое детство прошло. Здесь я жил с собаками вместе. Ну, все понимали просто, что собаки не дадут меня забрать. Два года социальные работники не могли забрать, потому что собаки не подпускали ко мне никого. То есть они чуяли, они сразу вставали, лаяли, рычали. В магазине подкармливали. Ну, а собакам тоже надо что-то кушать. Поэтому выход был один. Надо было ходить по помойкам, собирать бутылки, сдавать их, кормить. Не, мог кусить за ухо, чтобы успокоить. Ну, когда там начинались рычания. Зимой бывало грели, то есть клубочек вокруг меня, и я посередине лягу. Вылизывали. Как сказать, вот так вот. Да, был где он. Все говорят, вожак, вожак. Да нет, просто я их любил, заботился о них. Они меня любили, ценили, уважали в том числе. Как и я их. Равноправие было просто. Когда мы тебя встретили, ты был странненьким, да? Да. Бегал, непослушный был. Ну, да. Что ты делал, рассказывай. А, где? Покакать мог. Где угодно. Когда первого с детью, конечно, встретили, получается, он действительно таким необычным был очень ребенком. То есть мы с таким никогда не сталкивались. Конечно, удручающее было зрелище. Очень большая голова, тоненькое тельце. И когда медсестра его поставила на пол, он просто уполз. То есть он не мог ходить на двух ножках. Он уполз и забился в угол. Он боялся людей. Оказывается, пять лет практически он жил в темной комнате с собакой. А мама ему приносила еду, оставляла и уходила. У него на руках были натоптыши. То есть у него моторики никакой в руках не было. Панически боялся воды. Ужасно. То есть прямо вот так вот кричал. Мы переехали в Реутов. Мама куда-то сразу уехала. Непонятно. Дальше гулять, наверное. Дедушка очень много пил после смерти бабушки. Поэтому в адекватном состоянии его увидеть редко можно было. Потом у тети появился молодой человек. Ну, он издевался над нами. Убил меня и маленького Артура, двоюродного брата. Я и не выдержал, и ушел из дома просто. Как-то мне повстречалась сначала одна собака. На мусорке, как помню, она гавкала, лаяла. Не пускала меня забрать у нее. Что-то у нее было в пакете. Потом еще одна, потом еще одна. Ну, так вот в итоге стаю набрал свою. Вот однажды позвонили из службы социальной. И сказали, что они обнаружили очень странного мальчика. И кто-то, по-моему, кто-то из органов опеки в оморок упал. То есть там выбегает собака, голый ребенок, за ней на четвереньках. И с копной волос, с живностью, с когтями, без одежды. То есть в этой комнате, где была собака и ребенок, был только коврик. Ни постельки, ни одежды. И тазик седой. Приносили что-нибудь. Ну, вот, к примеру, на мусорке что-нибудь найдут. Принесут сразу в шалаш. Но других лаяли, кусали. Рычали, не подпускали ко мне никого. Тетя молодой человек. Но он постоянно меня бил. Вот. И когда он напивался, он всегда... До того дошло, что они бросались на него, кидались. Он хотел подойти, а они сразу в стойку вставали, рычали на него. Ну и бросались, естественно. Врачи нам сказали, что невозможно ничего сделать. Они сказали, он только так скулит чуть-чуть на Луну. Мы посоветовались. Дети, которые у нас были, и кровные, и приемные, они молодцы. Они все нас поддержали. Они сказали, как жалко мальчика, мы будем ему помогать. Мы решили, что мы к нему будем относиться как наравно. То есть никто не будет замечать то, что он делает странными вещи. Да, там ночью он скулит, там еще что-то делает. Самое сложное это было научить его сходить по нужде. То есть он это делал, как собачка везти. Меня здесь всегда подкармливали в этом магазине. То есть продавщицы. Я заходил, вот здесь вход был, выход, второй вход с другой стороны, ну, подсобку. И вот в последний момент я тоже говорю, давайте это. Я собакам, ну, оставлю, там пюре, помню, и котлетка была. Все, начал собираться выходить. Меня под руки хватает две милиционерши. Сажают вот нам на заднем дворе машину. Собаки никогда не заходили, они вот здесь вот. Только входы прям валялись, ждали. Ну, естественно, когда услышали крик мой, побежали, меня уже в машину посадили и повезли. И только к вечеру уже привезли в приют. Это я запомнил на всю жизнь. Меня оторвали от, ну, от чего-то родного, наверное, мне так кажется. Так проще сказать будет. Мне хоть обратно же хотелось, я через забор пытался перебежать. Потом меня закрывали и допускали никуда. Мы его привели в воскресную школу, и он вдруг опять в панике, страх, он опять на пол и уполз. То есть он так просидел несколько недель под стулом, потом стул двигали ближе-ближе к детям, и вот так потихонечку он адаптировался. Ну, я ни с кем не общался сначала. Сделал себе шалашик между креслом и диваном. Ну, и все, и постоянно, все дни там проводил. Первый контакт мой был, когда в группу завели мальчика. Это мой брат сейчас, сводный. Ну, я к нему подошел, взял его за руку и сказал, все, ты мой брат. Потом меня забрали в приемную семью. Мы исследуем его. Потому что я сказал, если его не возьмете, я убегу. Наверное, когда меня мама забрала из приюта, вот это самый счастливый день тогда был. Мама у меня одна. Когда он пошел в школу, он начал писать. Ну, он пишет, конечно, как первоклассник. Он сейчас учится у нас в колледже на Портного. Он делает прихватки, пояса. Ну, и потом он сказал, я еще хочу на озеленителя. Митюш, а что бы ты здесь посадил? Цветы. Какие? Красивые? Да. Календулу посадил? Да. Хорошо. Учеба давалась очень трудно. Пока домашнюю работу не сделаем, на улицу не выходим. Летом приехал в деревню. Мы хотели заставить таблицу умножения выучить. Наказали в сельский туалет, закрыли. Пять минут вся таблица умножения. Мы решили делать такие постановочки театральные. У Вити стандартные хорошие роли. Овечки, да, Витя, прикидывался? Да. Овечки играл. Самая смиренная овечка на свете была, мне кажется. Но играть ему очень сложно. Он до сих пор не может смотреть людям в глаза. Зовет меня, говорит, Ваня, хочешь в кадетский корпус? Хочу. У нас одна дружная семья была. 60 человек рота. Закончил, поступил в университет. Сходил в армию, отслужил в армию. Друзей тоже действительно очень много. У каждого ребенка свое животное. Может подходить, смотреть. Может гладить пальчиком. Это она грызет все это. Я это вытаскиваю. Не грызит. Нельзя это грызть. Все, я к ней спрячу это в карман. Она там, она не грызла это. Ну, это все, конечно, маленькие шажки, маленькая динамика, да, вперед. Но это очень, ну, хорошо для него. Я считаю, у меня замечательное детство было. Я счастлив, что оно все сложилось так, как сейчас есть. Отношение мамы было научить меня всего. Письмо написал, и в конце написал большим буквами. Твой нелюбящий сын, там, Иван, да, написал. Твой любимый сын, Иван, да. Подчеркнул это все. Говорит, я всех вас люблю. Говорит, у меня, говорит, прям бомба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok